Конечно, детям очень нравится. Если посмотреть на те лаборатории и кабинеты информатики, которые есть у нас в школе, конечно, есть большая разница. Во-первых, здесь оборудование очень мощное, быстрее производительности. Детям это очень нравится, не надо ждать долго работы какой-то или запуска какого-то процесса. Конечно, и те курсы, которые проводятся у нас, они очень интересны детям. Те знания, которые они сейчас получают, это очень качественные курсы, потому что детям очень интересно этим заниматься. Этот проект занимается помощью людям, именно ученикам, чтобы они обучались профессиям будущего, так как я считаю, что это очень важно. Я являюсь участницей в каждой школе и занималась разработкой сайта для малого бизнеса. Я выбрала малый бизнес, который занимается продажей продуктов полезных для здоровья. Для этого что для меня было программирование? Для меня это было что-то тяжелое, что-то неизведанное, и я хотела всегда научиться чему-то новому. И когда я узнала об этом, что, оказывается, можно делать свои сайты, оказывается, это даже очень легко, я заинтересовалась и мне захотелось чему-то научиться новому. И этот сайт, он для меня значит что-то нечто большее. Это мой самый как первый проект, который я сделала так серьезно, и поэтому он мне так нравится. Думаю, что девочки тоже могут заниматься программированием. Проект назывался «Экокагул». «Экокагул» — это также название нашей компании. В рамках Techville мы разработали бизнес-план, постер и сам сайт. И в первую очередь благодаря этому классу у нас было место, где работать, потому что дома нет этой атмосферы работы, нет такой мотивации. Здесь же мы приходим, целенаправленно садимся, работаем, делаем брейнштурм. И, собственно, вот когда разрабатывался сайт, все принимали участие в его разработке, все говорили, что им нравится, что не нравится. Дальше я себя вижу инженер-программистом. Буду работать в области IT. Мы верим, что поддерживать молодые люди, чтобы тренироваться в ИТ, коммуникации и технические бизнес-проекты, будет сделать это более интересным и возможности, чтобы создать ваш будущий в Молдове. Мы продолжаем это проект по следующему три года. И наши планы сейчас, вместе с университетом в Кахоле, с университетом, с университетом и другие актеры в Кахоле, строить инновационные центры в университете. Мы надеемся, что это будет как бы для инновационного центра, для молодых людей, чтобы вместе и создать такой степень для инновационного центра, для встречи другими людьми, которые думают в таком случае и создать более возможности для работы, для инновационных центров в Кахоле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!